В Дербинце подошел к завершению первый дагестанский стрит-арт фестиваль «Стена». Яркие граффити в этническом стиле теперь украшают фасады многоэтажных домов города, став настоящим подарком для горожан и гостей. Общая площадь таких полотен около полутора тысяч квадратных метров. И каждая картина с особым смыслом. Их масштаб и оригинальность оценила и наш корреспондент Патимат Ханапова. Фестиваль закончился, а шедевры остались. Весь и две недели мастера из разных уголков страны создавали эти огромные граффити на поверхности стены или, как их называют, муралы. В самом центре Дербента не заметить их невозможно. В каждой работе национальный колорит. Здесь и лесгинка, и гончарное искусство, и ковроткачество. А это работа художника из Казани. Тут девушка в национальном костюме ткет ковер, вдохновляясь природой Дагестана. В принципе, это моя история, это какой-то сказочный сюжет, где девушка делает ковер, вдохновляясь природой. То есть это с детства пронизывающая меня самого тема с природой, с какими-то глубокими смыслами. А эту работу питерского мастера Павла Плетнева можно назвать самой красочной из всех. А еще и локально. Если все другие работы в целом о Дагестане, то в этом полотне отдельная история одного Дербента. Пришли к тому, чтобы выразить местный Дербентский колорит через историю появления здесь некоторых фруктов. И поэтому изобразили караван, который идет вдоль крепости, с которого падают семена. Они прорастают и на здешней благодатной почве, собственно говоря, произрастает все это изобилие. Здесь еще есть отсылка к гербу города. Здесь изображены три мака. Концепция мурала выдержана с учетом канона в ислам, а художники не прорисовывают черты лица. Благодаря арт-фестивалю город получил пять больших картин. На его отмастера наносят последние штрихи. Вход идут кисти, валики и аэрозоли. Главная задача – насытить полотно цветом. Продержатся они около десяти лет. Жители восхищены, смотрят с замиранием сердца. Мы смотрим, радуемся. А в общем, расскажите, как вам такая идея, нравится вам? Очень даже хорошо. Это наши национальные гости приезжают. Увидеть, что у нас все хорошо. Хорошие вещи. Чем раньше было, все равно красиво жить. Раньше что было? Ничего не было. Люди все смотрят, молодцы, молодцы, говорят. Очень рады. Рады мы. Дети тоже рады. Довольны мы. Стрит-арт – это не вандализм, а искусство, уверяют уличные художники. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, инициативу двух молодых дагестанцев поддержали и спонсоры, и даже мэрия города. Мы с другом моим, Гаджи Атаем, давно хотели сделать вот такое событие в Данистане. Изначально планировали в Махачкале, а позже так сложилось, мы предложили в Дербенте. Здесь все прошло очень быстро. Это абсолютно честная позиция вот этих людей, и главы города, и вот этого спонсора, которые решили что-то интересное и сделали все, чтобы это произошло моментально. Фестиваль уличного искусства – это и самореализация для художников, и культурный обмен, а еще сильный инструмент изменения городского облика. Организаторы выражают надежду, что фестиваль для Дагестана станет доброй традицией, и в будущем удастся так украсить не только Дербент, но и другие города республики. Эти украшенные фасады в Дербенте теперь практически можно назвать первым музеем в республике под открытым небом. В каждой работе здесь заключен свой особенный смысл, и каждая из них передает культуру и колорит города и в целом Дагестана. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Дербент.